и снова здравствуйте любители фэнтези очков с вами снова фэнтези дред и его помощник ярослав вчера случилось нечто мы победили машин при том что интересно машина даже не ставила вчера в нашем видео потому что она взяла больше времени она думала там весь день всю ночь еще день не знаю а машина возможно машины даже не спала скорее всего скорее всего и она все равно ну как бы обгадилась на на такое случается с машинами на дистанции вот это вот с ее пока пока на дистанции то машину лучше ну знаешь дистанция пока еще очень много смотри короче дело машины там проставила xing you всякие ядра в общем на 20 она пятна на 16 очков мы машину обогнали вообще конечно не мы не машина тоже не особо правы мы ставили сумаила s&g это очень хорошие пике сумаил лучший корр с беджи лучший саппорт но дальше конечно мы немножко ошиблись паша был лучшим оффлейнером вторым лучшим саппортом был пупей впрочем мы кстати предлагали и пупея ставить ну так всегда даем некоторый разброс разбросами солнце немножко подставила почему солнце не подставил они выиграли и круто все было и солнце играл как царь но фэнтези он набрал меньше потому что в одной из игр он в общем-то исполнял роль четверки до на венге а все варды поставил роджер ну как бы такого исхода мы от этого не могли а те кто ставит вода не набирает много поэтому роджерта набрал побольше чем соло в общем не суть все на нормально мы выступили нормально уж получше чем некоторые машины и предлагаю нам соответственно переехать к следующему дню завтра играют 4 до 3 у нас вновь 4 болты дин страйк шторм секрет вичи ликвид lgd джи и вел джиниус с кого начнем начнем с выбора суппорта саппорта посмотри завтра у нас играет невероятное количество команд я думаю что нам вот смотри сегодня мы пикнули фату а мы вчера ты об этом и говорили что вообще мы берем фату но вероятность того что егэ победит она больше и логике больше было из по брать и из по больше и заработал поэтому все таки давай мы будем по такой тактике играть я же у нас например есть liquid lgd от же и вел джиниус с секрет вичи и вин страйк шторм давай ставить из теоретических победителей вот мне видится в саппорты хорошие вот аликает lgd сложная пара сложная пара но насколько я помню по истории встреч liquid побеждали чаще поэтому вероятность за то что ликвид победят соответственно можно мне кажется смело брать нашего мальчика мира так мы саппортов начали надо действительно тогда можно брать нашу мальчика хура наш мальчик хура я согну это мы вот исходим из того что ликвид победят то что вообще их снова набирает очень много и тут конечно вопрос мы можем взять и куру и к слову но ну ты знаешь в таком случае в среднем мы в общем-то достаточно неплохо заработать у нас будет предел максимума очков но при этом в среднем я думаю мы заработаем очень неплохое количество очков ведь мы-то куда мы не стремимся знаешь побить какие-то рекорды мы работаем стабильно поэтому я считаю что мы можем взять и кур и к снова потому что по статистике во время турнира они набирали достаточно хорошее солидное количество очков а вот пупей набирает солидное количество очков играть против вич и мне кажется там и игры могут немножко под затянуться и выигрывают еще и секрет мне тоже почему-то видится так а там пупеха может крокус с пупеем пристать и курукий пупей слушай ну вообще из уважения к ветеранам из уважения к ветеранам я думаю можем позволить себе это сделать в конце концов почему нет ведь фэнтези дред поэтому да у нас будет куроки и пупей на саппорт здорово здорово ну соответственно вы уже услышали их снова на самом деле вполне вероятно наберет больше чем один или другой или чем оба вместе кто знает а это хороший вариант также на тэйл из о джи и fly из evil genius это люди которые набирают много фэнтези там уж сами решаете если может есть золотые карточки еще какие-то думаю что это будет неплохой выбор и и тут мне неожиданно вдруг вспомнил что из виджи же еще завтра играть против с виджи то мы и позабыли да так мы на мы настолько уважаем старичков вот собственно нет я предлагаю свапнуть кого-то на сведжи тогда можно мне кажется вместо пупея смело братья с уроки и сведжи у нас будет уроки с уроки потому что он хорош он исключительно пятая позиция он ставит ворды купей может переметнуться вот как соло внезапно начать получит вёртчу ватчу на темную сторону силы переметнуться может да поэтому куроки и с виджи наши суппорты будут на завтрашний день а теперь давай давай центрального сразу вас центрального это третья позиция конечно о но тут как бы mind control или с по мне видится так и ищем и не знаю почему-то у меня есть такое ощущение мне ощущение такое 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 прямо в сердце наберет я такая что нет нет начались а точно не берем через мой хорош но мало берет фэнтези mind control он же частенько играет опять же в коров настоящего свапается с матумбу мэном опять же на виверах там всяких на фурионах на драйдере как он сжигал сжигал крепко да да поэтому предлагаю взять мать control что ж согласен но также не забывайте про с по и фату я думаю что вот кто-то из них и будет победителем мы ставим на mind control а можем и ошибиться ну и соответственно core позиция тут у нас блин ну такой выбор сегодня просто невероятный смотри miracle сумаил мэйби ну в общем то и все нет ну ладно не все на самом есть так подумать здесь у нас и resolution еще сегодня нас немножко подвел но сегодня у них игры прямо скажем не задались поэтому не так много набрал но все равно даже в проигрышных играх набрал он очень прилично тут прям выбор невероятный нам нужно попытаться угадать ну мне кажется что miracle это стабильные очки до miracle это стабильные очки так думают все включая тимли поэтому я думаю надо брать мир около это сто процентов мы его записываем в нашу фантастическую пятерку и 2 сумаил сумаил опять же сумаил тоже показывает отличный результат ну просто он фарминг и брать мир около и мэйби например а учитывая что они играют друг против друга и ну тогда вот та самая история все-таки кто-то из них проиграет мы ставим немножко на lgd и вот думаем что и миркл и наберет а мэйби в проигрыш на игре где-то что-то не доберет а вот егэ против 4g опять же кажется что егэ должны брать а там сумаил а там сумаил а он уход дикий вообще дикий малый очень я тоже честно сказать я за миркл сумаил по моему это это стабильные очки да при том что сумаил на протяжении в общем-то уже известных игр фармит хорошее в среднем количестве очков поэтому да да это сумаил и того и того если нет миркл и сумаила то мэйби и резолюшен мне кажется неплохие варианты вот если нет совсем никого то еще его да а если вообще никого нет то лучше ничего не ставь а еще она она на самом деле как ни странно этот парень набирает очень много очков но к нему есть в общем вот этот железный птеродактиль нам посоветовал как-то раз а но мы присмотрелись и в общем-то да набирает но это возможно все удача и какой-то совершенно непонятное стечение обстоятельств так что не знаю не знаю и того у нас миркл сумаил мистер майнд контрол куроки и с види но про меня вы не забыли мешки с костями а а а она говорит а давай давай я выбираю двух следующих коров это мираковый сумаил легко согласиться с нами опять вот эта история дефолт я предлагаю сейчас машине говорить первый здесь хоть раз в жизни между прочим она начала голос-то проявлять когда когда уже все закончилось это самое в прошлый раз 20 очков она подерж проиграла теперь послушала и повторяет спасибо на дистанцию на третью позицию я беру фату и саппорты и 3g и путин но как бы говорится дай бог здоровья удачи успехов личной жизни машина вперед ты молодец ты все я не знаю я не хочу уже общаться с ней ну так вот а кто победит посмотрим уже завтра мы опытнейшие аналитики со стажем в прошлом киберспортсмены или просто какая-то машина которая была собрана где-то в китайском подвале маленьким детьми совершенно непонятно но узнаем завтра ребят надеюсь наши прогнозы вам помогают спасибо большое всем пока